Полмира в партнерах. Разгруженные склады товарооборот на сотни миллионов долларов. Бобруйск подвел итоги социально-экономического развития за 2016 год. О достижениях в реальных цифрах. Ангелина Дюкон. Вопрос напрямую. 4 марта принимаем по всем вопросам, в частности по освобождению от уплаты сбора на финансирование госрасходов. Чиновники и специалисты Бобруйска в субботу проведут прием граждан по вопросам уплаты сбора на финансирование госрасходов. Праздник на посту. Сотрудники управления внутренних дел Бобруйска готовятся к вековому юбилею ведомства. О достижениях и рядовых героях Ангелина Дюкон. Производили, строили, продавали, зарабатывали. Бобруйск подвел итоги социально-экономического развития за 2016 год. Реальные цифры озвучили сегодня на хозактиве и поздравили лучших в разных сферах жизни города. Ангелина Дюкон с подробностями. 924 новых рабочих места за год было создано в Бобруйске. В лидерах ряд созданных частных предприятий и действующие. Белшина, Бобруйск молоко, красный пищевик и типография имени Непогодина. Антон Смычник по штату Первопечатник. От него зависит готовность станка к выпуску продукции. В тонах, тонны полторы мы за смену делаем. Условия благоприятные для работы. Работает тоже хорошо, коллектив хороший. По итогам работы 2016 года коллектив типографии победил среди предприятий, в которых работает до 200 человек. Процент выполнения у нас 124% по отношению. С хорошими цифрами по заработной плате. Мы где-то почти уже вышли на 500 долларов рубеж. В среднем по городу зарплата в декабре составила 684 рубля. Задача на 2017-й – 1000 рублей и 1300 рабочих мест. Но уже сегодня каждое третье промышленное предприятие города подтвердило статус инновационно активного. Результатов добились машиностроительный завод, Белшина и Кожевинный комбинат, который завершил инвестиционный проект. Установили все новое оборудование. Теперь имеем возможность выпускать более широкий ассортимент. Мы в прошлом году уже его отработали. И для одежды хорошей кожи новые разработали. Из овчинки. Для мебельных кож. Достаточно серьезная зарплата выросла. Примерно на 19-18%. Сколько составил? И сегодня на последний месяц она составила 7-700. Кожевинники по итогам работы вошли в тройку победителей. Среди предприятий, на которых работает до 700 человек. Не отстали и бобруйские швейники. У нас есть рабочие места. Мы принимаем всегда. Вот с училища около 30 человек мы приняли молодых рабочих. Пришли очень достойные кадры. Без молодых нет будущего. И мы это хорошо понимаем. Удалось производителям Бобруйска снизить объем складских запасов почти на 15,5 миллионов рублей. Боливия и Россия, Гана и Израиль, Доминиканская республика и Филиппины. Бобруйчане сотрудничают почти с полмиром. Положительная сальдо внешней торговли – 100 миллионов долларов. В 2016 году удалось выйти на новые рынки, такие как Польша и Латвия. Экспорт в эти страны составил около миллиона долларов. В этом году, надеемся, продолжить. Открыли три магазина. И фирменная сеть предприятия расширяется. За 2016 год доход бюджета Бобруйска без малого – 190 миллионов рублей. 80% ушло на социальную сферу. Образование, медицина, спорт. Больницы и поликлиники города получили новое современное оборудование на 600 тысяч рублей. 1 июня на День защиты детей первую детскую объединенную поликлинику. И время показало, что достаточно правильно было принято решение. Хорошие условия для медицинских работников, для наших юных пациентов созданы. Также закупалось немало оборудования. Обновлялся автопарк станции скорой, неотложной медицинской помощи. Важнейший результат – демографический показатель. За год в Бобруйске родилось 2647 детей. Интеллектуальными победами вернулись и финансовые вложения в образование. 16 дипломов Республиканской Олимпиады и 17 стипендиатов спецфонда президента. Спортсмены на мировых площадках завоевали 82 медали, в том числе 33 золотых, 25 серебряных и 24 бронзовых. Это был олимпийский год и паралимпийский. И приятно, что первую медаль для сборной Беларуси на Олимпийских играх завоевала Дарья Новомова, это тяжелая атлетика, паралимпийских, 7 медалей за Варий Игорь Бокин. 2016-й был годом культуры. На 2000 мероприятий побывали 350 тысяч человек. Коллективы привезли с международных, республиканских фестивалей и конкурсов – 141 диплом. В 2017-м Бобруйск – культурная столица Беларуси и юбиляр. Своё 630-летие город отпразднует, кроме прочего, масштабными международными форумами, «Венок дружбы», «Арджижель» и фестивалем национальной драматургии. Ангелина Дикун, Диана Умпость, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. 4 марта в субботу в Бобруйске должностные лица Бобруйского горосполкома, администрации районов, налоговые инспекторы и депутаты городского совета проведут приемы граждан по вопросам реализации декрета о предупреждении социального иждивенчества. Получить компетентный ответ сможет каждый бобручанин. Приемы пройдут в ЖУ по месту жительства, в средних школах и Бобруйском строительном профессионально-техническом колледже. Решить вопросы в выходной день можно будет и в службе «Одно окно». 4 марта принимаем по всем вопросам, в частности по освобождению от уплаты сбора на финансирование госрасходов. Режим работы с 8 до 17, с 13 до 14 перерыв. В субботу очень удобно приходить, потому что некоторые граждане уже трудоустроены, работают у нас в рабочий день и могут обратиться по режиму работы. Получить компетентный ответ сможет каждый бобручанин. Приемы пройдут в ЖУ по месту жительства, в средних школах и Бобруйском строительном профессионально-техническом колледже. Решить вопросы в выходной день можно будет и в службе «Одно окно». Приемы по месту жительства начнутся в 10 утра. Принимающая сторона напоминает, что любой вопрос можно решить быстро и объективно, если бобручанин возьмет с собой документы, подтверждающие его трудную жизненную ситуацию. Век на страже порядка. 4 марта белорусская милиция отметит 100-летний юбилей образования ведомства. С юбилеем правоохранителей поздравил первый заместитель председателя Бобруйского горосполкома Олег Ковель. Белорусская милиция прошла героический путь становления и развития, вписав много ярких страниц в историю государства. Беспримерную стойкость проявили сотрудники милиции в годы Великой Отечественной войны. Во все времена основными постулатами вашей деятельности выступали законность и справедливость. Столетний юбилей – замечательный повод выразить восхищение самоотверженной работой сотрудников органов внутренних дел, посвятивших свою жизнь обеспечению безопасности жителей города и страны в целом. Сегодня люди в погонах стоят на страже законных интересов граждан и социальной стабильности в обществе. На вашем счету немало достижений, результативной работы, в которой сполна проявились настоящее мужество, высокий профессионализм и гражданская ответственность. Особая благодарность ветеранам, посвятившим себя нелегкой милицейской службе. Сегодня они – образец безупречного выполнения служебного долга для молодых сотрудников. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству, говорится в поздравлении. О тех, кто круглосуточно обеспечивает нашу безопасность, кто гарантирует сохранность жизни и имущества каждый день. Ангелина Дикун. Антон Бородин о профессии милиционера мечтал с детства. В этом году старший лейтенант отмечает первый юбилей службы. Пять лет в должности участкового инспектора. Работает с несовершеннолетними и неблагополучными семьями. В 2013-м, если память не изменяет, изымали детей, трое из семьи. Мать злоупотреблялась спиртными напитками, отец совместно не проживает с детьми. Буквально через полгода трудоустроили, помогли, через полгода детей вернули в семью. Но в текущем году уже, скажем так, в эту семью вернулись повторно и произвели повторное изъятие детей, так как мать вновь начала злоупотреблять спиртными напитками. В этом году Антон стал лучшим в области сотрудником инспекции по делам несовершеннолетних. Этой же награды в свое время удостоилась и нынешний капитан милиции Екатерина Чеграй. Я думаю, что если бы не было женщин в управлении внутренних дел, то бишь милиционерами, то, наверное, здесь бы работа строилась немножечко по-другому. У нас есть очень много достойных женщин, которые носят погоны, и которые носят погоны не только младшего офицерского состава. Думаю, что все они ничуть не хуже и не уступают мужчинам. Инспекторы, оперативники, борцы с экономическими преступлениями. Всего в Бобруйске охраняют порядок полтысячи сотрудников УВД. В 2016-м все сработали на отлично. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось почти на 50%. Число ДТП сократилось с 98 до 70. По линии уголовного розыска 1266 преступлений, минус 4,5%. К уровню прошлого года более эффективно сработало подразделение по борьбе с экономическими преступлениями, более эффективно отмечается работа подразделения по противодействию торговли людьми и наркоконтроля. Отмечается снижение количества преступлений на бытовой почве. С 3 до 1 сократилось количество убийств на бытовой почве. Постараемся сохранить эти положительные тенденции и в текущем уже году, и также плодотворно работать. 4 марта в День белорусской милиции лучшие сотрудники Управления внутренних дел Бобруйска удостоятся наград, новых званий и слов благодарности за ежедневный героизм и безукоризненную службу. Ангелина Дикун, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске.